Пасха Пасха является самым главным христианским праздником, и мы называем этот праздник и праздник торжествой из торжеств. И, конечно же, когда мы говорим об этом празднике, нужно говорить о самом главном, в чем его значение. Ибо из понимания значения в этого праздника будет вытекать его празднование, осмысление. Невозможно человеку почувствовать радость вот этой светлой встречи, пасхальной ночи с Господом, если человек не постился. То есть Пасха – это венец и награда тем людям, которые веруют в Господа. И эта вера помогает им почувствовать вот эту радость воскресшего Христа, то есть победы жизни над смертью. И, конечно же, вспоминаются прежде всего слова из приветствия Иоанна Златоустого, связанной с этим праздником. Смерть – где твое жало? Ад – где твоя победа? То есть это удивительно позитивная и радостная весть. Смерти больше нет. То есть те люди, которые уверовали во Христа, соединились с Ним, живут с Ним, умирают с Ним, они с Ним и воскресают, и оказываются вместе с Ним в Небесном Царстве. И поэтому жизнь человека верующего – это жизнь совсем другая, это другое качество жизни. И поэтому человек, который знает о том, что Христос воскрес, то есть ожил, был мертвецом и стал опять живым, эта весть, она просто потрясает сознание человека. И человек не может равнодушно относиться к этой мысли. Он хочет, чтобы это было правдой, он в это верит. И когда он в это поверил, он понимает, что действительно это истина. И начинает меняться. Вот самое главное – подойти к празднику Пасхи с измененным сознанием. То есть каждый прожитый год нашей жизни – это ступенечка, лестница, которая ведет нас к Богу. И естественно, что мы должны, чем выше и выше поднимаемся, должны духовно просветляться и меняться, и готовиться ко встрече с Господом. Даже поднимаясь по лестнице к своему начальнику, с каждой ступенькой нам дух захватывает, и мы становимся более внимательны. Что мы скажем своему земному Господину, а что мы скажем своему небесному Господину. Поэтому вот весь Великий Пост – это время очищения и приготовления души для того, чтобы встретить вот эту светлую радостную весть Христос Воскресе. И особенно надо сказать вот именно о последних днях, предшествующих Светлому Христову Воскресению. Это Страстная Седмица. По сути, пост уже заканчивается, и за неделю до Пасхи мы празднуем вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим, Вербное Воскресение. Все, пост заканчивается. А вот следующая Седмица, она самая строгая, она называется Страстная. В ней каждый день мы вспоминаем последние дни земной жизни Иисуса Христа перед Его казнью, перед Его Воскресением. И поэтому очень правильно будет всем, кто называет себя христианином, обязательно в эти дни посетить Храмы Божии и почувствовать дыхание Великого Поста, хотя оно уже вот уже скоро совсем-совсем закончится. Дело в том, что Церковь хочет растревожить сердца, живущие в суете. Вот как болото, которое покрывает зловоние в земле. Вот очень часто сердца людей бывают именно такими. И вот для того, чтобы родник забил, его надо почистить. Для того, чтобы вода из земли ударила, ей нужно помочь пробить вот эти пласты. Вот душа человека, она по природе своей чувствует Господа, и она желает к нему пробиться, как листочек через асфальт. И вот пост великий, он необходим нам для того, чтобы растревожить наши души и стать более чутками к духовной области. Ведь человек — это не только тело, человек — это и душа. И вот эта духовная область, она требует все-таки какого-то особого внимания. И вот для того, чтобы дать душе свободу, мы смиряем свое тело постом. Тот, кто этого не выполняет, он не сумеет почувствовать радости духовной, потому что вся его жизнь будет плотью. А пост, он и необходим для того, чтобы ослабить плоть, чтобы дать больше свободы душе. Ну и, конечно же, когда вот все это человек осмысляет, переживает, он хочет свои религиозные потребности выразить в обрядах. И вот здесь, конечно, на верное воскресенье приносят в храм веточки. Причем это надо делать именно не в само воскресенье утром, а вечером, в субботу. И батюшка будет святой водой кропить это веточки. Как иудеи встречали Иисуса Христа с пальмами и ветвями, и стелили свои одежды под ноги жеребцу осляти, на котором Христос шествовал в Иерусалим. Вот и мы, подобно этим древним жителям иудеям, также воздаем хвалу «Ассанна Вышний, благословен гряды во имя Господне». Вот это очень добрый, светлый праздник. Но что касается непосредственно приготовлений к Пасхе, то, безусловно, обряд предполагает готовить уже скоромную пищу, разгавляться. Это Пасха, это куличи, это крашеные яйца. Особо хочется обратить внимание на то, что это только атрибуты и символы. Они никогда не заменят главного содержимого. Поэтому тот, кто хочет по-настоящему и достойно встретить светлое Христово Воскресение, он должен в пасхальную ночь непременно исповедоваться и причаститься, чтобы не только тело прославило Господа вкусной скоромной пищей, но и душа возликовала, причастившись телу и кровью Христовой в храмах Божьих. Вот это самое главное. И в первую очередь надо об этом думать. И вот пусть эта последняя неделя перед Великим Постом и предыдущие, они послужат вот именно сугубым, то есть особым приготовлением к Светлой Пасхе. Тот, кто не читал Евангелие, не знает, о чем учит Церковь, пусть вот в эти дни прочитает Евангелие, хотя бы по одной главе. Или если нет времени совсем по занятости своей, то хотя бы найдет Евангелие, которые посвящены страданиям Христа. И даже если он не сумел, не нашел на эти время, на Страстной Седмице прийти в храм Божий, пусть он дома почитает эти святые строки, и мысль его соединится с мыслью Церкви. И таким образом он не выпадет вот из этой связи, живой связи жизни с Богом. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова